МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 4 часа дня в столице, в студии Алмаз Ашим. Вы смотрите новости. Здравствуйте. Совместная работа всех духовных лидеров поможет достичь результатов в обеспечении мира, прогресса и благополучия людей. Сегодня на шестом съезде лидеров мировых и традиционных религий Нурсултан Азарбаев обратился к участникам и предложил сосредоточиться на нескольких направлениях. Глава государства предложил создать информационный портал на базе съезда. Он поможет в изучении и укреплении устойчивости к любым проявлениям религиозного радикализма и насилия в целом. Каждый верующий сможет обратиться к лидерам религиозных организаций и конфессиональных течений с вопросом или предложением и получить обратную связь. Необходимо выходить на новый уровень взаимодействия. Речь идет о применении огромных возможностей духовных лидеров и религиозных организаций для налаживания конструктивного диалога между конфликтующими сторонами. Предлагаю всем духовным лидерам обратиться к мировому сообществу, к людям, государствам с призывом о мире и безопасности. Его можно было бы облечь в форму фетвы, энцикликтики или других посланий обращения согласно практике каждой религии. Вместе с тем глава государства отметил, что одной из глобальных проблем современности остается отсутствие доступного образования. По данным президента, 750 миллионов человек по всему миру не умеют читать и писать. И при этом образование, в том числе и религиозное, остается основой устойчивого иммунитета к идеям радикализма в любых его проявлениях. Поэтому мировые традиционные религии, по мнению Нурсултана Назарбаева, могли бы проводить работу по разделению религиозных ценностей от политических идеологий. Также глава государства призвал страны не делиться на военные блоки. Успех модернизации системы глобальной безопасности зависит от способности мирового сообщества преодолеть милитаристские мышления, связанные с ним опасные анахронизмы. Надо оставить прошлом деление стран на военные блоки, существование которых становится провоцирующим и бессмысленным. Своё видение общемировых антивоенных мер я изложил в своём манифесте «Мир. 21 век», который предлагает построение к 100-летнему юбилею Организации Объединённых Наций мира без ядерного оружия. Мы имеем на это моральное право. Казахстан закрыл мощнейший в мире ядерный полигон, отказался от ядерно-ракетного арсенала четвёртого по мощности в мире. Если международное сообщество, включая религиозных лидеров, поддержит предлагаемые нами действия, эта цель, я думаю, может быть достижима. А в рамках съезда также были присуждены государственные награды и памятные медали его участникам. За вклад в межрелигиозный диалог глава государства присудил премию Папскому Совету Ватикана. Нурсултан Азарбаев лично вручил премию и поблагодарил Святой Престол за поддержку. Нурсултан Азарбаев встретился с высоким представителем Альянса Цивилизации и Организации Объединённых Наций Насиром Абдулазизом Аль-Насером. Глава государства поблагодарил гостя за участие в съезде и отметил неизменную поддержку Альянсом Цивилизаций и Инициативы Казахстана. В свою очередь, Насир Абдулазиз Аль-Насер поблагодарил президента за возможность принять участие в работе форума и подчеркнул особую роль Казахстана в развитии взаимопонимания между культурами в мире. В рамках съезда глава государства также встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Грэмингером. Отмечу особую значимость встречи лидеров мировых и традиционных религий в Астане. Глава государства поблагодарил генерального секретаря ОБСЕ за участие. Президент напомнил, в 2010 году Казахстан председательствовал в организации и провёл саммит, на котором была принята Астанинская декларация. Нурсултан Азарбаев также подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества и кооперации между Казахстаном и ОБСЕ. Человечество не может выйти на пик своего развития без достижения полного мира между странами. Об этом во время шестого съезда заявил президент Сербии Александр Вучич. Напомню, зарубежный лидер прибыл в Астану накануне с официальным визитом. По словам Александра Вучича, съезд стал историческим событием, когда в одном месте встречаются ведущие и лидеры религиозных сообществ и обсуждают текущие вопросы с религиозной точки зрения. По мнению верховного имама Алясхара, религия не имеет ничего общего с военными конфликтами, которые происходят в арабском мире. Основная причина, по которой человечество все еще не пришло к пику своего развития, это то, что постоянный мир еще не достигнут. Но причина этому не в религии и не в религиозных сообществах. Ни одна ценность невозможна без уважения каждого отдельного жителя нашей планеты. Религия носит тот посыл, что никто не может принуждать нас быть только производителем или потребителем материальных ценностей. Каждый человек является духовным существом, и именно поэтому он не ограничен в том, чтобы строить свою судьбу и быть на равных со всеми. Сегодняшний мир переживает сложный кризис, наполненный болью, опасениями, напряжением и ожиданием от каждого дня самого худшего. До такой степени, что насилие стало нормой международных отношений. Ситуация, которую мы наблюдаем в арабском мире, стала следствием влияния не религии. Терроризм сотворен не католиками, мусульманами или иудеями. Это детище несправедливой политики. Я изучал одно исследование. Большинство, завербованные террористическими группировками молодежи, вообще не религиозны. Съезд лидеров мировых и традиционных религий продолжает свою работу. За событиями на полях духовного форума продолжает следить наша съемочная группа. И сейчас на прямой связи со студией моя коллега Гульнара Хасан. Гульнар, здравствуйте. Что сейчас там происходит? Добрый день, Алмаз. Здесь, в Дворце мира и согласия, проходит шестой съезд лидеров мировых и традиционных религий. Он продолжает свою работу. Его участники сейчас присутствуют на панельной сессии под названием «Религиозные лидеры за безопасный мир». Представители ислама, христианства, буддизма, зороастризма, юдаизма и других мировых и традиционных религий, а также делегаты от ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО собрались, чтобы обсудить наболевшие вопросы. По словам экспертов, роль религиозного фактора долгое время в мире недооценивалась. Даже устав ООН, который, казалось бы, является международной основой, правовой основой для международных отношений, весьма неопределенно фиксирует место религии и религиозных деятелей в достижении и укреплении мира и безопасности. И на рубеже веков сложилась такая непростая ситуация, которую нужно было срочно решать. Она затрагивала как раз межрелигиозные отношения. Таким образом, съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане стал первой площадкой, которая послужила для последующего диалога религий вне контекста политических противоречий. Каждый съезд заканчивался тем, что принимались важные документы, декларации, которые влияли на решение сложных вопросов в отношении региональных конфликтов и локальных конфликтов на религиозной почве. Этот съезд также не станет исключением о том, чем он запомнится, а также какие вопросы будут обсуждены. В частности, на этой панельной сессии мы узнаем у нашего гостя. Рядом со мной находится архиепископ Евангелическо-Лютеранской церкви в Казахстане Юрий Новгородов. Юрий Тимофеевич, скажите, какие планируются документы решить по итогам этого съезда? Съезд это есть завершение определенной повседневной работы. На протяжении межсъездовского периода мы долго секретариат и рабочая группа работали над обобщением тех предложений, вопросов, которые поступали. И мы ожидаем в результате работы рабочей группы секретариата был сформирован проект декларации. Мы очень надеемся, что участники съезда его поддержат. Что это наш общий опыт и определенный план дальнейшей, так скажем, продвижения идей мира и справедливого общества. И что меня радует и на этом съезде, и в самой декларации это будет отражено о том, что мы очень четко заявляем, что необходимо религию очень четко отделять от политики, и что религия не имеет никакого отношения к тем проявлениям терроризма и экстремизма, которые происходят в мире. Мы очень рассчитываем, что эта декларация будет поддержана всеми. Скажите, вы чувствуете какую-то открытость участников межконфессионального диалога? Хотят ли они продолжать в таком же духе? Ну, у меня уже большой опыт. Я с 2003 года работаю на съезде и в составе секретариата. Я могу говорить об этом уже даже по тому настроению, которое царит в секретариате и рабочей группе. Я скажу так, если первые наши заседания порой заканчивались в три ночи или в четыре утра, то сейчас уже сформировался такой костяк, возникло взаимное доверие, прослеживается готовность к компромиссам, к поиску действительно такого решения, которое бы охватывало интересы всех. И мы очень надеемся, что вот это настроение рабочей группы и секретариата также будет настроением всего съезда. Но, безусловно, очень четко прослеживается понимание, что без взаимного контакта дальнейший путь будет просто тупик. Необходимо поиск действительно компровисов, поиск консолидации усилий в деле достижения мира. Большое спасибо за информацию. Я продолжу. Отмечу, что форум продолжит свою работу и завтра. Помимо основных вопросов, планируется также и рассмотреть конфликт в Мьянме. Как известно, этот конфликт на севере страны уже продолжается долгие годы и сейчас находится на стадии обострения. Правительственные войска принимают силу. Ежегодно гибнут сотни и тысячи мусульман. И хотя мир осуждает эти действия, тем не менее решительных каких-то действий до сих пор не применено. И завтра будет также рассмотрен и этот вопрос. К этой минуте у меня вся информация. Алмаз, вам слово. Будем ждать от вас новостей. Гульнара Хасанов, наш корреспондент на прямой связи. Телеграмму соболезнования в связи с кончиной Шерхана Муртаза направил родным и близким писателя Нурсултан Азербайев, сообщается на сайте Аккорды. Президент с глубокой скорби воспринял известие о смерти народного писателя. В телеграмме отмечается, что Шерхан Муртаза всю свою жизнь посвятил развитию национальной культуры и литературы, оставив богатое духовное наследие и снискав народную любовь. Яркий образ Шерхана Муртазы навсегда сохранится в нашей памяти, говорится в телеграмме. Выставка в честь казахского писателя Шерхана Муртаза открылась в Астане. Друзья и коллеги журналисты собрались, чтобы в очередной раз отметить его выдающийся вклад в казахский язык и литературу, вспомнить совместные труды и отдать дань патриоту своей страны. Он начинал свой творческий путь с переводов великих произведений, а сегодня его труды переводят на разные языки мира. В память о казахском писателе в столичной библиотеке подняли архивы. Здесь можно найти даже самые ранние его заметки и проследить не только творческий, но и гражданский путь. Мы его назвали Барском. Действительно, он Барс. Он такой энергичный, такой живой и такой смелый. Он говорил, мне снится только Монблак. Я весь полмира объездил. И в Турции был, и в Иране, везде. А вот только снится мне Монблак, родное село. Вот такой он патриот был. Шерхан Муртаза посвятил свою жизнь развитию национальной культуры и литературы. Работал главным редактором нескольких республиканских изданий, в том числе и знаменитой газеты «Казах Адибиетте». Он полюбился читателям за писательское мастерство и обостренное чувство справедливости. С каким трудом ему удалось и Геменда Казахстан назвать именно этим названием. Вы знаете, что это была советская пропаганда, и надо было убедить этого при ЦК КПСС. Сейчас позвонили, я знаю, что с Москвы вы поясните, почему вы хотите называть именно Егеменда Казахстана. Егеменда – это независимый Казахстан, почему именно вы так хотите назвать газету. И я знаю, что его легендарное высказывание, что кем бы я ни был, с кого бы вы меня, с какой бы должности вы ни убирали, я писатель, я останусь, и мою ручку никто не отберет. Это великое его выражение. Поэтому я думаю, что этим он останется в жизни, как чистолюбивый человек. Прощание с казахстанским писателем пройдет завтра в Алматы. Панихида начнется в 10 утра в Казахском государственном академическом драмтеатре имени Мухтара Ауэзова. Здесь же, в столице, еще около недели можно будет ознакомиться с его статьями и книгами в Национальной библиотеке. Анжела Гарипова, Ануар Тауикелов, Хабар, 24, Астана. Продолжим выпуск. В Можилисе парламента в эти минуты проходит очередное пленарное заседание. О том, над какими законопроектами парламентарии работают сегодня, расскажет Сабина Тургаева. Она находится на прямой связи со студией. Сабина, добрый день, вам слово. Приветствую, Алмаз. В первую очередь отмечу, что в Можилисе парламента сегодня на повестке дня семь вопросов. Можилисмены уже приняли в работу пять законопроектов, а сейчас приступили к ратификации конвенции о преступлениях и других актах, совершаемых на борту воздушных судов, а также протокола, который вносит изменения в этот документ. Отмечу, что саму конвенцию приняли в Токио еще в 1963 году, а протокол с изменениями совершен в Монреале в 2014. Согласно протоколу, если командир воздушного судна будет располагать достаточной информации о том, что кто-то из пассажиров готовится совершить какое-либо преступление на борту самолета, либо уже совершил его, то он будет вправе применить разумные меры, в том числе ограничительные в отношении этого человека. Ну, например, капитан сможет высадить нарушителя в ближайшем аэропорту, который согласится принять самолет и после передать уже его в руки правоохранительных органов. После этого мажорисмены рассмотрят конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов. В этом документе, согласно заключению комитета мажориса, устанавливаются меры, которые могут принять государство для установления своей юрисдикции над такими преступлениями, либо в отношении других правонарушений, в отношении пассажиров и экипажа. Сейчас мажорисмены как раз-таки буквально через пару минут начнут обсуждение этого документа. Мы присоединимся к числу слушающих. К данной минуте у меня вся информация. Мы обязательно расскажем о данной конвенции самыми первыми, но уже в следующих выпусках новостей. Алмаз. Будем ждать связи с вами Сабина Тургаева прямо из мажориса. 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. С 2015 года в Казахстане действует пилотный проект по формированию психического здоровья для детей. В средних школах трех регионов страны созданы так называемые команды безопасности. Их цель работать над проблемами насилия среди школьников. В этом году проект начал реализовываться и в Павлодарской области. Специалисты психоневрологического диспансера исследуют причины нарушения психического здоровья у несовершеннолетних. Только детей суицидального риска на сегодняшний день в регионе уже выявлено более 400. Кризисный центр Телефон доверия Здравствуйте Я вас слушаю С появлением в Павлодаре кризисного центра прояснилась реальная картина психического здоровья населения. Это позволило психиатрам и психологам оказывать необходимую врачебную помощь. До внедрения этой программы количество таких детей которые сами говорили о том что у них есть какие-то проблемы что они нуждаются в помощи скажем психиатра было в разы меньше Шарик покатился на одну ячейку вправо Сторонники здорового образа жизни говорят о психическом здоровье так же как и о физическом его нужно беречь заботиться следить за психическим дискомфортом Это не обязательно обращение к психиатру возможно достаточно будет обратиться просто к психологу к психотерапевту в настоящее время психиатрическая помощь максимально приближена к населению За отклонениями в психическом здоровье нужно наблюдать и с раннего детства рекомендуют специалисты Если вдруг ребенок не реагирует на обращение по имени в три года не умеет правильно разговаривать если его поведение настораживает что он агрессивный к себе к окружающим конечно это повод обратиться в центр психического здоровья детей Но главные врачи центра поддержки здорового образа жизни Павлодара советуют жить в душевной гармонии с самим собой Ербулавишев Самат Аспанов Алексей Мельницкий из Павлодара Хабар 24 Качество обучения новые подходы методики Эти темы сегодня обсуждались на заседании профессорского преподавательского состава Казахской Национальной Академии Искусства имени Жургенова В послании народу Казахстана президент акцентировал внимание на главном критерии успешности вуза это занятость выпускников их трудоустройства По мнению экспертов каждый университет обязан готовить знающих творческих конкурентоспособных специалистов чтобы следить за изменениями новостями на рынке труда необходимо усилить связь с потенциальными работодателями а также корректировать учебные планы и как сказал глава государства развивать партнерство с профильными лучшими университетами мира на этом пока все оставайтесь с нами до скорого университетами